Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейзер. Сегодня мы приехали в одно очень старое место. Это военные доты оборонительной линии Сталина. В общем, эти доты были построены еще в 1930 году. Мы с собой на всякий случай, кстати, у нас сегодня такая большая компания, мы взяли с собой на всякий случай аэрпининское снаряжение, потому что мы понятия не имеем, будем мы заходить через, так сказать, парадный вход, либо же придется ломиться через вентиляционную шахту. В общем, территория здесь, мы думали, маленькая, но мы около часа ходили, практически ничего не нашли. Встретили какого-то дедушку, и он нам любезно подсказал, где здесь находятся входы. В общем, сейчас мы идем в ту сторону, короче, и будем искать вход. Также нам дедушка рассказал, что глубина вот этих дотов около 20 метров под землю, и сотни метров вот так вообще, короче, разбросана в разные стороны. В общем, сейчас найдем вход, надеюсь, легко туда попадем, не придется лезть через вентиляционную шахту, и, в общем, сами все изнутри посмотрите. Дедушка нас не обманул, он нам показал правильное направление. Смотрите, куда мы пришли. Вот тут сразу вот такая вот дверь. Когда встретили дедушку, после этого за три минуты нашли дверь. Мы здесь час ходили и нихрена не нашли. Так, что у нас здесь написано? Давайте подсветим немножко. Упокой, Господи, души усохших раб твоих. И вот такой вот большой-большой хрест. Ну что же, ребята, давайте будем заходить внутрь, посмотрим, что там. Не страшно вам? Нет. Отпереть дверь, но она вот так вот погрузила прям в землю туда. Здесь нужно сузить плечи и заходим внутрь. Здесь сразу же при входе нас ждет вот такая вот ермуха. Ну, я бы не сказал, что это прям сильная такая ермуха. Больше похоже на какую-то с тонкого металла дверь. Так, здесь у нас заложено все камнями. Ну что ж, ребята, открываем дверь. Проходим внутрь. Так. Ух ты. Сразу же такой длинный коридор. Спускаемся, ребята, по вот этим ступенькам вниз. Дедушка нам говорил, что глубина вот этих дотов около 20 метров. Короче, буду светить вперед, потому что, честно, вот так когда светишь себе в глаза, ничего не видно. Кстати, здесь мы можем видеть вот такой поворот и постоянно вот такие вот крючки. Кстати, где наш друг? Он там, висел снаружи. А для чего крючки? Я, кстати, вот не знаю, для чего эти крючки. Такое впечатление, знаете, как будто здесь висели какие-то батареи. Здесь, кстати, везде разрисованы стены. Я люблю Таня. Короче, куча всяких любовных записок. Я думаю, что это уже было в послевоенное время. Здесь, как бы, время от времени посещают эти тоннели различные люди. Оля не хочет мочить кроссовки. Я ее пронесу через вот эту лужу в своих кроссовках. Они, в принципе, у меня уже не так мокрые. Короче, давайте я покажу, какая у нас лужа была. Она, в принципе, не глубокая. Ну, вот такая вот. У нас, кстати, дальше идет развилка. Один поворот туда вниз глубже. И вот туда дальше тоннель. Можете написать в комментариях, куда бы вы пошли на нашем месте. Ну, а мы решили, что мы, наверное, пойдем вниз. Потому что чем глубже мы спустимся, тем, наверное, будет прикольней. Я уже, кстати, не знаю, на сколько метров мы спустились. Но я думаю, что метров 10 вниз точно мы спустились. Здесь, кстати, такая надпись. Болынец, 1976 год. Это, в принципе, одна из таких... Древних, можно сказать, надписей. А здесь уже слышно мое эхо. Как-то непривычно слышать настолько сильное свое эхо. Потому что я говорю, и где-то с задержкой в секунду вон там впереди слышны мои звуки. Кстати, ребята, вот здесь мы идем и видим у нас тут такой немножко поджаренный потолок. Понятно, здесь, как и в любом бункере, либо подземелье, есть какая-то вентиляционная система. И говорят, что когда немцы захватывали, так сказать, вот эту часть оборонительной линии, они просто залили бензин в вентиляцию и забросали гранатами. Ну и, короче, советские... Что? Летучая мышка. Короче, и забросали гранатами. Ну и, получается, они сами побегали. Короче, ребята, берегите головы. Здесь есть летучие мыши, смотрите. Летучая мышка. Не знаю, потревожу ее, если буду светить на нее или нет. Офигеть. И вот так еще... А как она держится за стенку, мне интересно. Ну, наверное, на пальцах есть какие-то когти. Когти такие же прям... Мне бы такие когти, я бы смог по стенам лазить, короче. Офигеть. Так, вот здесь у нас какая-то комнатушка. Здесь, кстати, тоже летучая мышка. Вон отдыхает. У нее, кстати, голова движется. Я не знаю, видно вам или нет. Я просто руку вытянул вперед. Я, короче, боюсь туда головой подходить. Ладно, забегу сюда. Так, что у нас тут? У нас тут комната без вентиляции. Я не знаю, что здесь было. Может, кто-то с офицеров здесь жил. Либо отдыхал. Потому что здесь же все-таки посменно как-то люди работали. Так, движемся дальше по вот этому коридору. Интересно, куда он нас приведет. Здесь у нас какой-то, я так понимаю, сортир. С вот такой вот дыркой. Так, сюда она никуда не ведет, эта дырка. И там вроде тоже тупик. Не понимаю, кстати, зачем сделали два толкана друг напротив друга. Наверное, чтобы вот сидели друг в другу, в глаза смотрели, чтобы не скучно было. Так. Ну, по классике здесь есть бутылки. Битые. Битое стекло. Так, и вон, короче, начинают дороги расходиться опять туда-сюда. Скажу честно, ребята, я когда с кем-то куда-то хожу, я дорогу практически не запоминаю. Я всегда надеюсь на то, что ее кто-то запомнит вместо меня. Поэтому я не люблю делать какие-то резкие завороты, там, влево-вправо, влево-вправо, потому что потом можно просто блуждать и долго выходить. Короче, ребят, решайте сами, куда идем. Идем дальше прямо или поворачиваем сюда? Просто прямо. Давайте на секунду повернем сюда. Просто это уже не первый поворот, и потом я могу не сориентироваться, где мы. Фух, слава богу, здесь, короче, тоже просто вот такая вот комната. Ну, сначала вот это такая длинная комната, а за ней, короче, еще маленькая комната. Хорошо, что там нету тоннеля какого-то, потому что мне было бы интересно его исследовать. А чем больше мы каких-то непредсказуемых поворотов за воротом делаем, тем больше вероятность на то, что мы можем заблудиться. В любом случае мы отсюда выйдем, потому что это не какая-то огромная сеть подземных ходов, но достаточно немаленькая, я вам скажу, сеть подземных ходов. Здесь, кстати, смотрите, здесь, походу, тоже был какой-то то ли пулеметчик, то ли что. И я так подозреваю, вот, кстати, видно еще какие-то остатки арматуры. Я не понимаю, здесь была решетка, и потом уже там, когда это все забросили, с той стороны закидали камнями, ну, вы там, короче, видели. Так, Артем уже пошел вперед. Что-то там нашел. Там лестница наверх. Лестница наверх. Так, посмотрим. Ох, как это тут комаров. А там, вон, короче, я вижу, она засыпана. Если вам было интересно, ребята, куда на зиму деваются комары, так вот, они, короче, все тут. На зимнюю спячку прилетели сюда. Кстати, вон там видно, что вот эта шафта завалена. Я, короче, вижу там люк, и в люке маленькая дырочка такая вот светлая. Я вижу через ту дырочку, что люк этот с улицы чем-то завален. Я видел фотографии отсюда, там фотоотчеты, разные ребята раньше ходили. Еще где-то в 2010 году примерно, немножко позже там. Короче, он был открыт, и я думал, что мы так по эпику залезем туда, но, как видите, ребята, мы его даже не нашли, потому что его уже кто-то засыпал. В общем, здесь есть еще пару выходов через вентиляцию. Я не знаю, найдем мы их или нет. Но, я так понимаю, мы уже дошли до тупика. И сейчас мы вернемся, кстати, в то место, там, где вот эта развилочка у нас была, и исследуем еще вторую часть тоннеля. Еще можно сказать, что это находится в таком отдаленном месте от какого-то большого города, еще чего-то, и это место не очень популярное. Поэтому бутылки здесь, конечно же, битые есть, но их немного, потому что это место еще так до смерти не забаянило. Будь бы этот бункер, ну, я, короче, буду называть это бункером, мне так удобнее, будь бы этот бункер где-то возле Киева, его бы уже давным-давно забаянили. Так, здесь всего лишь пару вот таких вот бутылочек. Поднимаемся по вот этой лестнице вверх, мы пришли слева, сейчас пойдем вправо, исследуем, посмотрим, что же там есть с той стороны. Но если вы, ребята, помните, мы приехали сюда не сами, с нами еще есть Серега. Серега где-то нас сзади бросил, либо можно сказать, что мы его бросили, и мы с ним пошли в разные стороны. Я так понимаю, он пошел прямо, а мы пошли туда вниз, ну, сейчас идем, короче, в спину Сереги. Надеюсь, он нас не испугает, не выскочит откуда-то. Так, еще одна глухая комната, здесь прям, можно сказать, вот так кто-то выгрыз дырку. Выбил? Да, выбил. Не знаю, с какой целью, но... Может, здесь, кстати, стояла металлическая дверь, ермуха, она была тяжелая, ее кто-то на металлолом стырил. Вот, скорее всего, потому что, ну, нема объяснений, зачем вот такое делать. Реально кусок работы сложный. Так, идемте дальше. Главное, не зацепиться за вот эти вот крючки. Не знаю, что здесь было, возможно, какие-то батареи. Так, здесь еще одна затопленная комната. Да, вода. И вон там, короче, походу была какая-то дверь. Ну, здесь уже больше каких-то комнат. Я так понимаю, здесь жил какой-то офицерский состав, либо просто солдаты. Ну, они же не круглосуточно, наверное, там за пулеметом сидели, как-то менялись, потому что человек такое существо, что как бы нужно иногда спать, иногда есть, иногда отдыхать. Так, а здесь, кстати, уже немножко больше сырости. Да, вот под каким-то углом, если посмотреть на вот эту стену, на ней видно, что она такая влажная. И если туда дальше посмотреть, здесь вот такая лужица, пиво пердичевское. Вот, кстати, на камнях видны свежие следы, так сказать, влаги. Наверное, туда кто-то недавно пошел, я полагаю, что это Серега пошел где-то туда. Так, я по камушкам вот так аккуратно пройдусь, чтобы мне намочить еще больше ноги. Видите, ребята, здесь тоже вот сверху все выгоревшее, вот так. Копоть такая. Опять комната достаточно-таки большая, кстати. Так, здесь у нас какая-то вентиляционная труба. Она слишком маленькая, я в нее не пролезу. А, я знаю, что это за вентиляционная труба. Мы когда вылезем отсюда, я, если не забуду, я вам покажу вот этот выход на улицу. Это, походу, как бы самая такая центровая точка. Ого, тут уже побольше. Здесь уже побольше комнаты. Так, а вот тут светится сверху. Это Серега-за. Ого, что это такое? Деревянный пол. И здесь, короче, что-то церковное слегка такое. Христы какие-то. Здесь, походу, стояла, короче, какая-то штука с иконами. Интересно, вот Советский Союз, они пропагандировали атеизм. И как вот в то время вот такую штуку здесь поставили, понятия не имею. Ну, либо это уже было в постсоветское время, потому что дедушка, которого мы встретили, он говорил, что какой-то местный батюшка, он здесь где-то там какие-то залазы, короче, позапиливал. Там двери какие-то метрические поставил. Возможно, это, кстати, тоже его рук дело. Хотя, хрен его знает, выглядит оно все старое и немножко испачкано уже. Ну, а здесь уже такой более черный потолок. Да. Здесь. Ого, все прям выгорело капец как. И вот на вот этом нагаре, так сказать, люди повоцарапывали какие-то словечки. Вон, Таня написано, если вы видите. Итак, ребята, очередная какая-то дверь. Она деревянная. Я думаю, что это уже ее ставили в, так сказать, нерабочее время бункера. Ну, в смысле, когда он уже недействующий был. Опять туалет, чтобы сидеть друг напротив друга. Война по хатам. Короче, непонятные какие-то аэроглифы для меня. Ладно, не смог я их прочитать. Идемте дальше туда. Опять мы встретили зимующих комаров здесь. Здесь очень много. И там тупик. И в углу такая маленькая дырочка. Но мы через нее не пролезем, поэтому я даже не буду туда в логово комаров идти. И опять вверх вот такая вот шахта. Там, кстати, неизвестно, запилен люк или нет. Потому что там нету в люке такой дырочки, через которую было видно, присыпано он чем-то или нет. Я могу заявить, что мы были уже, в принципе, здесь в каждой комнате. Территория здесь оказалась не такая уж большая. Я, к счастью, не заблудился. Ну и мы следуем к выходу. Но видео, собственно, на этом еще не заканчивается. Мы сейчас выйдем на улицу. Я вам покажу вентиляцию, через которую атаковали немцы, солдат, которые здесь служили. Можно сказать, обороняли здешние земли. Мы вылезли на улицу. Мы не заблудились. И здесь, наконец-то, таки свежий воздух. В общем, как обещал, сейчас отправимся к той трубе, через которую заливали бензин, забрасывали гранаты и поджигали, короче, все, что было там внутри. Здесь такие вот вентиляционные каналы. Здесь, кстати, маленькое отверстие осталось. Раньше здесь как-то чуть-чуть по-другому выглядело. Я смотрел старые фотографии. И вот здесь, ребята, есть вот такая вот труба, которая, кстати, вот так вот. У меня, короче, не получилось. Я пробовал открыть ее, но, я так понимаю, она здесь открывается и на вот эту сторону откидывается. И, насколько я понимаю, то именно через вот эти вентиляционные каналы туда залили много бензина, закидали гранат там и, короче, все, так сказать, захватили это место. Вот такой вот, ребята, видосик. Если он вам понравился, поставьте мне обязательно лайк. Если не понравился, тоже можете поставить лайк, потому что мы старались, нашли такое вот для вас место. Пишите, кстати, в комментариях какие-то интересные места, куда бы вы хотели, чтобы я еще съездил. Только не пишите какие-то там девятиэтажки у вас на районе, там труба, крыша, вышка и так далее. Потому что, ну, в таких местах, как правило, уже ничего интересного нельзя увидеть. Опишите какие-то реально годные места, откуда вы хотели бы увидеть видео. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Ну, а с вами был Сергей Трейсер, всем до новых встреч, всем пока!